Друзья, всем привет! В моих руках новое удилище Nord Stream Avatar. Необычное название этой серии выбрано не случайно. В восточной философии Аватаром называют воплощение божества в земном облике или реинкарнацию его в другом виде. Серия спиннинговых удилищ Nord Stream Avatar является, по сути, новым воплощением семейства лайтов Nord Stream Areal, созданной специально для ловли на легкие и сверхлегкие приманки на реках с средним и сильным течением. Ими можно ловить такую рыбу, как галавль, жерех, ясь, форель и хариус. Проще говоря, любую рыбу, обитающую на течениях. Серия состоит из четырех моделей. Это 662 УЛ. Ее длина составляет 1,98 м и тестом от 1 до 5 грамм. 702 УЛЛ. Длина 2,13 м и тестом от 2 до 7 грамм. 732 Л. Длина 2,21 м и тестом от 3 до 12 грамм. И самая мощная модель это 762 ЛМЛ. Длина 2,29 м и тестом от 4 до 15 грамм. Очень приятно держать в руках красивый инструмент и получать эстетическое удовольствие от ловли им. Спиннинги действительно получились очень яркие и нарядные. Все спиннинги комплектуются надежным чехлом, имеющим два отделения для раздельного хранения колен. Снаружи чехол из жесткой ткани, не пропускающий воду. Чехлы фиксируются с помощью липучек. Бланки удилищ серии Nord Stream Avatar изготовлены из лучших корейских припрегов с минимальным содержанием связующего. На них установлены разнесенная рукоятка из EVA, удобный винтовой катушкодержатель Fuji VSS и совершенно новые кольца Seguide RS со вставкой из инновационного материала AirSoul. Эти вставки заметно легче, тоньше и прочнее более привычных вставок из карбида кремния или диоксида циркония. Строй спиннинга средний. Жесткая вершина позволяет без труда забрасывать самые легкие приманки и в то же время выдерживать натиск упористых воблеров-крэнков на сильном течении. Спиннинговое удилище Nord Stream Avatar 662 OL имеет длину 1 метр 98 сантиметров и рассчитан на веса от 1 до 5 грамм. Это самая младшая модель, она очень хорошо подходит для ловли на небольших реках или ручьях. Конкретно для этой модели я бы рекомендовал использовать плетеный шнур от 0,3 до 0,4 по японской шкале. На верхней же границе диапазона я бы поставил воблер-жакал ASCO 45 SR. Его вес составляет 4,6 грамма, от которого даже в реках с сильным течением удилище на проводке не сильно проваливается. Avatar 662 OL хорошо подходит для остальных приманок, которые мы очень часто применяем на малых реках. Это вращающиеся, колеблющиеся блесны, особенно когда основным объектом ловли является белый хищник. Воблеры класса Minow, я бы, наверное, сказал так, от 35 мм до 55 мм продергиваются без каких-либо проблем. А теперь перейдем от слов к делу. Попробуем 662 модель на различных приманках. Посмотрим ее низа и верха. У меня сейчас на том конце лески колеблющаяся блесна весом 1,1 грамм. Очень хороший заброс, несмотря на то, что у нас приманка весит всего 1,1 грамма. То есть я все четко контролирую и понимаю, где сейчас идет наша приманка, в каком горизонте и что она вообще там делает, как она телепается, цепляет ли она на себя какую-то растительность или просто забивается в камни. То есть все контролируется. Тактильная чувствительность также удочки очень хорошая. И плюс визуальный контроль по вершине. Увеличиваем вес и размер наших приманок. Сейчас у меня воблер 55 мм и по весу максимально приближен к границе верхнего теста, то есть к 5 грамм. Ну, конечно же, с учетом веса приманка полетела в разы дальше. Очень комфортно продергивается, нет никаких вот паразитных колебаний. Все очень четко, информативно. О, там даже сейчас был выход. А может клюнет? То есть даже если применять ударный резкий твичинг, удочка не проваливается. Чувствуется на самом деле запас. Но, повторюсь, 55 размер, мне кажется, это самый оптимальный размер для 662 модели. Nord Stream Avatar 702 модель с тестом от 2 до 7 грамм. Немного отличается от всех остальных моделей этой серии. Ни для кого не секрет, друзья, что основные приманки для ловли головля у меня являются колеблющиеся блесны. Мне кажется, что именно вот эта 702 модель отлично подходит именно для приманок этого класса. А кроме того, хорошо работает с вертушками и воблерами-крэнками. Благодаря тому, что средняя часть сделана немножко помягче, она так просажена слегка, бланк получился более живой и очень посылистый. Такой, знаете, как эффект катапульта. Про такие удочки говорят, что кидает сама. Что касается воблеров в мину, с этой моделью я бы, наверное, не стал ее использовать. Если только применять какие-то равномерные проводки, то есть без какого-либо ударного твичинга. Я настоятельно рекомендую обратить внимание на Avatar 702 любителям ловли головля на колеблющиеся блесны. Уверен, удочка вам определенно понравится. А сейчас я вам покажу, как 702 модель работает с различными приманками. Вот у меня сейчас небольшой воблер-крэнк. Это как раз нижняя граница теста. А я напомню, она у нас 2 грамма. Ну, я так могу сказать. Она бросает действительно очень хорошо, а главное легко. Опять же, все очень хорошо контролируется. Как в руку я чувствую игру приманки, и также контролирую ее по вершине. Ну, с нижней границы теста у нас все понятно. Там все очень комфортно, информативно. Посмотрим, как удочка справляется с максимально приближенной границей верхнего теста. У меня сейчас вертушечка. Это, пожалуй, наверное, одна из самых после крэнка упористых приманок. Друзья, ну, несмотря на то, что свою приманку я зацепил, ну, вы можете видеть хребет удочки. Это такая некая имитация того, что если на том конце у вас сидит действительно крупная рыба. То есть можно видеть, как средняя часть нагружается и плавно идет в комель. Ну, если бы у нас сидела бы там рыба, шансов на сход, наверное, у нее было минимально. Аватар 732 модель с тестом от 3 до 12 грамм. Не так давно мне посчастливилось побывать на Полярном Урале, где именно вот эта удочка была у меня основной. Запаса мощности у нее хватало, чтобы очень быстро доставить Хариуса к берегу без каких-либо проблем. Аватар 732. У меня появился самым первым, поэтому он испытал больше, чем остальные удилища этой серии. На него было поймано этой весной достаточное количество трофейной рыбы. Это и жерех, и щука свыше 5 килограмм, которая также стояла рядом с жерехом на участке с сильным течением. Удилище получилось, как сейчас модно говорить, многоцелевым. Очень понравилась дальность заброса. Удочка действительно кидает сама. Одинаково хорошо подходит, как для колеблющихся, вращающихся блесен. На небольшие, по 40-70 миллиметров длиной в облерки, Аватаром ловить очень удобно и комфортно. Минул до 70 миллиметров. Протвичивается на сильном течении без каких-либо проблем. С низами, а я напомню, что тест начинается от 3 грамм, но здесь также надо учитывать именно толщину шнура. Я бы рекомендовал конкретно для этой модели 0,4-0,6 по японской шкале. Также могу отметить, удилище работает очень хорошо с упористыми кренками. Эта модель отлично справляется с такими приманками, как Джакал Джака, Диповый Черри. То есть именно вот с такими объемными приманками, но в пределах теста. Как я уже сказал, удилище является многоцелевым. И сейчас мне бы хотелось проверить ее именно на легком джиге. У меня сейчас небольшая приманка в размере 2,5 дюйма. И грузик как раз 3 грамма. Упало. То есть по вершине все четко контролируется, каждое падение приманки. И это еще, друзья, учитывая, что мы сейчас находимся на реке, у нас здесь присутствует небольшое течение. Я уверен, что можно даже применять и 2 грамма. Рыба! Есть! 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 Ха-ха! Друзья! Вот так у нас тесты проходят. Вы посмотрите. Буквально второй заброс. И небольшая щучка клюнула. Кто молодец? Правильно, я. Ну. Вы только что видели, как 732-й аватар работает с легким джигом. Я думаю, мы это продемонстрировали наглядно. Сейчас я повесил толстенький такой крэнк. Это как раз вот и приближенные границы верхнего теста. Ой-ой-ой, куда же ты полетел-то? Да, конечно, кидает действительно очень хорошо. При этом, если вы видели, я даже не вкладывался в заброс. Ну вот, все очень информативно. Мы видим, как вершина у нас играет. А! Средняя часть и комель ждут своего часа встречи с действительно достойным соперником. Отлично летит! Положил приманку прямо под тот берег. В траву. Теперь перейдем к самому мощному удилищу из серии Аватар. Модель 762 ML. Напомню, что его длина составляет 2 метра 29 сантиметров. И с тестом от 4 до 15 грамм. На самом деле, Аватар 732 и 762 очень схожи по своему типажу. Разница лишь в весе и упористости применяемых приманок. Дип-крэнки, я думаю, отлично подойдут для этого удилища. Да, конечно, заброс 762 моделью будет дальше. Также эта модель дает возможность полностью закрыть диапазон лайт от легкого джига до полуунцовых колеблющихся блесен. Ну что, по старой нашей традиции, мы проверим 762 модель по низам и попробуем, как она работает на верхней границе своего теста. Приманочка у меня всем известная. Это Жакал Чаби. Он весит ровно 4 грамма, что как раз соответствует началу теста удочки. Честно, куда он полетел, я даже не видел. Плюс еще по встречному ветру, ну, заброс действительно очень крутой. Все так же контролируется, чувствуется, отыгрывается по вершине. Вес колеблющейся блесны ровно 15 грамм. Мне вот интересно, ширина реки около 50 метров, ну, 40. Попаду ли я под бережок-то? Друзья, я вам больше скажу. Я даже перекинул. При этом вы сами можете видеть, как отрабатывает удилище. Оно действительно не валится. А я напомню, что у нас там колеблющаяся блесна 15 грамм. И верх удилища также составляет до 15 грамм. Друзья, я познакомил вас с новыми спиннинговыми удилищами серии Аватар. А уже какой выбрать, решать только вам. Лично я выбрал, наверное, все 4 модели.